ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Козырёк подъезда. Осенизаторский автомобиль протаранил и протащил по дороге ладу Калина. Он доцепил и протаранил, даже не остановился. Это ладу еще живы остались все. Водитель признался, что не видел легковушку. И в жилом доме загорелся цокольный этаж. Поджег наш, версия. Поджег, подожгли. Там все окно было разбито и горело. Кого винят жители? Это и не только прямо сейчас. Пожилой мужчина выпал из окна девятого этажа на улице Минска. Трагедия произошла практически в полдень на глазах у многочисленных очевидцев. По рассказам местных жителей, погибшего попытались удержать от падения. Но, несмотря на все усилия, он все же сорвался с высоты. На месте трагедии был Айрат Назипов. Курил, кушку пить. Два раза. Психушки по разу. Как рассказали местные жители, погибший мужчина жил в этом же доме со своей семьей. Несмотря на то, что имел инвалидность, он вел обычный образ жизни. Ходил, работал. Инвалид был. На группе. Работал в охране. Человек сам не знает. Что случилось? Все произошло около половины первого. Как рассказали жильцы, пожилой мужчина поднялся на девятый этаж многоэтажки и выпал через окно на козырек подъезда. Смерть наступила мгновенно. Очевидцы видели, что мужчину попытались спасти. Две женщины были. Его, как ты, сам, уговали. Да его там держали за ноги. И он, кажется, скользнулся, что это считание, которое... Никто его не выкидывал ниоткуда, ничего. Он пытался назад, но у него не получилось. Для выяснения всех обстоятельств на место прибыла следственная оперативная группа. Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112. В отношении руководителя Лаишевской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями 44-летней Венеры Давлиевой возбуждено новое уголовное дело. Напомним, женщину подозревают в совершении ряда мошенничеств. Сотрудники подразделения экономической безопасности выяснили, что она давала незаконные указания водителю списывать заправочные карты, деньги на автомобили, которые фактически больше года никуда не выезжали. И приказывала поварам выносить с кухни и со склада продукты и передавать ей. Общая сумма ущерба тогда составила почти 400 тысяч рублей. Позже оперативники выяснили еще один эпизод преступной деятельности. С мая по июль 2017 года подозреваемая предоставила помещение интерната для организации детского летнего лагеря из расчета стоимости 7700 рублей с одного ребенка за смену. В общей сложности она получила за сдачу в аренду имущество интерната от представителей организации не менее 1 миллиона 155 тысяч рублей, которые насчет школы-интерната не перевела. Сегодня утром грузовик насмерть задавил человека. Все произошло во дворе дома улицы Светлая. По предварительной версии водитель Газели, двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности маневра и сбил пожилого мужчину. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. Лада Калина, в которой находились 4 девушки, попала под грузовик МАЗ сегодня утром под мостом у компрессорного завода. После столкновения многотонник протащил отечественный автомобиль еще несколько метров. По предварительной версии ДТП произошло, когда легковушка выезжала на главную дорогу со второстепенной. Нафиса Минязова услышала мнение сторон. Он зацепил и протаранил, даже не остановился. Так ладно, еще живы остались все. В момент столкновения в салоне отечественного автомобиля находились 4 девушки. По счастливому стечению обстоятельств никто из них не пострадал. Отойдя от шока, они рассказали, что спускались с сибирского тракта на проспект Ямашево. Надо было ехать в сторону стадиона Казань-арена. Едва успели повернуть, как оказались, под грузовиком, который ехал по главной дороге. А он маленький там сидит-то. Он зацепил. Мы приостановились, а уже все поздно, нас затянуло прямо и все. После столкновения грузовик протащил легковушку около трех метров. Как рассказал водитель большегруза, он остановился лишь после того, как услышал хруст, ибо увидеть машину просто не мог. Я выезжал на свою полосу, то есть как бы на автобус, я никого не подрезал. Она залезла под меня. Я считаю, что девушка виновата. Не надо лезть под грузовики. У них есть слепые зоны. Оба водителя настаивали на своей правоте и намерены доказывать свою точку зрения автоинспекторам при разборе происшествия. На Фесса Минязова, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Водитель КамАЗа пострадал в результате взрыва газового баллона в кабине грузовика. Инцидент произошел рано утром на 1016-м километре от трассы М7 в Елабужском районе. Сразу после инцидента на место прибыли пожарные. Им водитель-дальнобойщик рассказал, что закурил в кабине, где находилась газовая плита для приготовления еды. В итоге мужчину госпитализировали с ожогами 60% поверхности тела. Сильные повреждения получила и кабина большегруза. Кроме того, от взрыва пострадали соседние Рено и Мерседес. В 7 месяцев не могут поставить точку и выявить виновного в аварии, произошедшей на проспекте Ямашево. В октябре 2017 года там столкнулись с Шевроле Лачете и мотоцикл. Для водителя машины тогда все было очевидно. Да и мотоциклист, говорит, свою вину признал на месте. Но при разборе аварии автомобилист сильно удивился, узнав, что виноват он. С тех пор разные инстанции признавали вину то одного водителя, то другого. Это стало делом принципа. Сегодня стороны впервые встретились в суде. До этого процессы проходили без участия одной из сторон. Рамиш Айдулин узнал взгляды водителей на суть этого дела. Он не соблюдал, видимо, дистанцию боковую, которая, видите, в бок он попал. Товарищ сказал, что он ехал по прямой части, его этот машин подрезал, ударил. На причины ДТП, произошедшего 7 месяцев назад, оба участника аварии имеют разные взгляды. Владелец Шевроле считал виновным мотоциклиста, полагая, что тот, не соблюдая правила дорожного движения, въехал в его автомобиль. Байкер же, напротив, заявлял, что его фактически сбил перестраивающийся автомобиль. На разборе в автоинспекции виновным в аварии признали владельца Шевроле Ильдара Юлдашова. Однако он обжаловал это решение в ГИБДД города, опираясь, в том числе, и на изначальное признание вины мотоциклистам. Успешно. И ответственность за произошедшее официально возложили на водителя байка Далера Дусмухаметова. Последний с таким положением дел не согласился и подал в суд. Второй участник у нас дорожно-транспортного происшествия обжаловал постановление по привлечению к его административной ответственности. Постановление в отношении себя отменил. Дело прекратил. Но на это судебное заседание в нарушении законодательства нас, точнее, Ювашова, не извещали с его слов. То есть он повестку не получал на суд. То есть вот так. Без него, в общем, рассмотрели дело. Суд заочно виновным в аварии вновь признал водителя иномарки Ильдара Юлдашова. Причем водитель Шевроле уверяет, что не знал о суде. Сейчас семья владельца машины пытается оспорить тот вердикт суда. Их представитель опирается на решение городской госавтоинспекции и не понимает, почему его подзащитного привлекают к ответственности. Вызывают сомнения. Здесь у нас действия сотрудников Новосоеминского ГАИ, которые, несмотря на то, что вышестоящее должностное лицо, в подчинении которого они находятся, а именно заместитель начальника управления ГИБДД, все-таки решили признать его виновным. Второй участник ДТП Далердус Мухаммедов в результате аварии оказался в больнице. Рассказывает, при падении из фотоцикла сломал плечо. Вред здоровью средней тяжести. Ответственным за произошедшее себя не считает. Кроме того, он опровергает заявление о признании своей вины. Сотрудники ГИБДД без меня, без моих слов, посчитали, что я виноват. Потом в больнице меня допрашивали. Там я в шоке был, в шоком состоянии, потому что я плечо сломал. В общем, под диктовку я там написал, то, что совершил в ДТП. Но имел ситуацию в общем, а не то, что я виноват в данном ДТП. Сегодня на судебном заседании адвокат автомобилиста Ильдара Юлдашова подал три ходатайства о привлечении к делу экспертов и автоинспекторов, разбиравших данную аварию. Несмотря на возражение второго участника процесса, суд удовлетворил все запросы и отложил заседание до 17 мая. Рамиль Шайдулин, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Офисы, расположенные на цокольном этаже дома на улице Школьная, вспыхнули минувшим вечером. Местные жители были уверены, что возгорание произошло из-за перегрузки электрической сети. В офисах множество техники, постоянно подключенной к электричеству. Однако собственник помещения уверен, это был поджог. Мнение сторон у Салавата Мухамадулина. Сильно пожар был, пожар, конечно. По словам жителя этого дома, пожар был сильным. Мужчина рассказал, что живет на первом этаже. Ближе к восьми часам вечера он почувствовал запах горя. Сначала особого значения этому не придавал. Но уже позднее, по его словам, стало невозможно дышать. И дым начал заполнять всю квартиру. Выйдя на улицу, увидел, горит цокольный этаж жилого дома. И весьма не слабо. О возможности распространения огня тогда не думал. Беспокоился за состояние своей двухлетней дочери, которая могла надышаться угарным газом. Единственное, ребенку в больницу свожу, проверю, что есть. Жители этого дома были уверены, что возгорание произошло из-за перенапряжения электрической сети. По их словам, в подвале находятся офисы с множеством техники, постоянно подключенные к электричеству. Проводка, по их мнению, просто не выдержала. А вот владельцы этого помещения были почти полностью убеждены, что пожар произошел по другой причине. Поджег, наша версия. Поджег, подожгли. Потому что окно было разбито и горело. По их словам, окно помещения было разбито еще до приезда пожарных. И уверены, что кто-то просто хотел им таким образом насолить. В результате пожара сильно пострадали архивные документы и мебель. А также некоторые квартиры были заполнены дымом. По предварительным данным, в происшествии никто не пострадал. Салават Мухаммадулина, Фиса Минязова, Дельмула Ахметов. Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.